Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И если сейчас вы думаете, какой бы фильм вам посмотреть вечером, то вам повезло, потому что сегодня мы расскажем вам о пяти фильмах, в которых упоминается арбалет. Джоан Роулинг и ее семь книг про мальчика, который выжил, лучший способ скоротать несколько вечерочков, сидя на подоконнике, укутавшись пледиком с чашечкой какао и мурчащим котом под боком. Но если вы больше по просмотру, чем по чтению, то все семь фильмов, снятых по этим книгам, замечательный способ скоротать вечерочки. Семь — это, конечно, лучшее число. Семь крестражей, семь правил успеха, семь стрел в арбалете Хагрида. Да, во второй части Гарри Поттера присутствует наше с вами любимое оружие — арбалет. Гарри — весьма необычный мальчик, 11 лет, со странным шрамом на лбу. Живущий у своих не самых приятных родственников вдруг узнает, что он волшебник. Да не абы какой, а самый знаменитый волшебник среди всех волшебников. Оказывается, он еще в младенчестве победил того, кого нельзя называть. И, спойлер, ему предстоит сразиться с ним еще раз. Конечно, ребенок об этом не знает. И, переступив порог школы волшебства Хогвартс, сразу бежит нарушать все правила. Конечно, во имя добра. Ребята узнают, что их самый злой и строгий учитель Зильеваренья пытается украсть философский камень, хранящийся в подвалах школы. Во время одного из своих переключений ночью ребята попадаются на глаза за вхозу Филчу и его кошке, что категорически запрещено. И ребята назначают строгое наказание. Их ведут в запретный лес, тоже почему-то ночью, под присмотром хранителя ключей Хогвартса Хагрида. Который с собой помимо трусливой собаки берет еще и арбалет. Который, кстати, в книгах не раз упоминается как любимое оружие великана. В лесу ребят предпубертатного возраста ожидают странный хищный зверь, который убил единорога. Так что арбалет Хагрид взял с собой не зря. Наверное, каждый из вас слышал про таких существ, как хоббиты. Хоббиты это маленькие существа, похожие на людей. Любят жить в уютных норах, много и вкусно есть и курить трубки. Чем больше колечек дыма выкуривается из трубки за одну затяжку, тем круче этот хоббит считается среди своего народа. Один из таких хоббитов Бильбо уже собирался плотно отужинать, как вдруг в его дом вламываются, назначают взломщиком и к нему приходят весьма неожиданные гости. Настоящий маг с белой длинной бородой Гендульф и много серых гномов. Нет, каких серых гномов. Оказывается, они отправляются в путешествие, в ходе которого должны вернуть ребор. Сначала Бильбо сопротивляется, ведь ни один уважающий себя хоббит не отправится в путешествие с гномами. Но все-таки он решается на столь отважный шаг и принимает приглашение. На каждом шагу их ожидают опасности то орки, то пауки, то гоблины. К третьей части фильма о хоббите они все-таки отвоевывают подземное царство Эри Борн у злого дракона Смауга. И тот самый выстрел, победивший злого дракона, был сделан знаете из чего? Ну, конечно же, из нашего с вами любимого арбалета. Поднимите руку те, кто никогда не мечтал обнаружить у себя в шкафу, помимо таких обыденных вещей, как куртки, шарфы, перчатки, еще и целый мир, в котором вас будут ждать самые невиданные существа, прекрасные пейзажи и необычные приключения. Особенно сильно это хотелось в детстве, когда тебя будили с утра, ты лез за формой и шел в школу. Ну, или же на скучных уроках. А вот четверо детей из семьи Певанси отправились на время бомбежек к другу семьи, где в шкафу и обнаружили такой мир. Конечно же, все оказалось не так радужно. Красивый мир был захвачен злой колдуньей, которая заколдовала Нарнию, чтобы в ней никогда не было Рождества. Дети, пройдя через все испытания, которые, кстати, ничуть не сломили их дух, снова возвращаются домой. А в следующий раз, когда они возвращаются в Нарнию, в страну, в которой они правили, да, они становятся правителями уже в первых фильмах. Так вот, проходит уже 1300 лет. Все животные одичали деревья, разучились говорить. А страной правит злой узурпатор Мирас. И мы нашли для вас вырезанную сцену, где используется арбалет. Давайте посмотрим. Несомненно, что именно в этот момент у Каспиана и Сьюзи возникает самое сильное чувство – любовь. Кстати, арбалет – это одно из оружий, которые наиболее часто используются в серии книг. А мы двигаемся к следующему фильму. Действие происходит в 1887-1888 годах в Румынии. Силы тьмы готовятся к последней битве, и чтобы достичь перевеса, граф Дракула пытается оживить свое потомство. Для этого он строит в горах Трансильвании лабораторию в одном из поместьй и приглашает туда ученого Виктора Франкенштейна, который разгадывает тайну жизни и оживляет чудовище с помощью электричества, состоящего из частей мертвых тел. В то же время Ван Хельсинг, вегелант-истребитель вампиров, узнает, что его следующее задание – это убить графа Дракула. Пройдя все сложности и утраты, он все-таки достигает своей цели. Давайте посмотрим с вами небольшой отрывок, где Ван Хельсинг выступает с арбалетом против вампирш. Постапокалиптический телесериал «Ходячие мертвецы» – американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименном комиксе. В центре сюжета группа людей, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса. Один из главных героев – Дэрил Диксон, следопыт, обладающий необычными навыками выживания. Интересно, что все арбалеты Дэрила, а арбалет – это его самое любимое оружие против зомби, это реально существующие модели именитых брендов. Давайте глянем пару сцен с этим персонажем и его орудием убийства. Я уверен, что вы смотрели, если не все, то практически все эти фильмы. И я надеюсь, что этот ролик вдохновил вас пересмотреть какой-то из этих фильмов. Если так, то пишите комментарии, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Если нет, то тоже пишите комментарии. Может быть, есть какой-то ваш любимый фильм, где присутствует арбалет. А на этом все. До новых встреч! Как будто я гангстер. Что ты говоришь о моей маме?